Приветствую зрителей канала Банковский. Сегодня у нас дебетовая умная карта от Газпромбанка. Кэшбэк до 35% у партнеров, до 12% на остаток. Не зря эта карта попала в поле зрения наше, потому что, ну, во-первых, эту карту признали лучшей дебетовой картой 21 года по версии Банки.ру. Достаточно авторитетные специалисты изучали ее условия, ну и, соответственно, дали ей такую высокую оценку. Ну и действительно продукт интересный. Ссылка на умную дебетовую карту от Газпромбанка в описании к данному видео. Ну а мы все-таки перейдем к преимуществам более детально этой карты. Да, она немножко замороченная в плане программ лояльности. То есть, хоть всего существует 4 программы лояльности, но нужно очень грамотно сделать выбор для того, чтобы получать максимальный доход. Действительно, можно, оформив эту карту, получать до 10,5% годовых по накопительному счету. Дальше мы посмотрим, какие нюансы существуют. И плюс доставка этой карты, возможно, прямо на дом. То есть, это еще в пандемийные времена как существовало. Возникла эта практика, сейчас она продолжается благополучно, ну и в принципе оправдала себя. Потому что количество карт, которые удалось реализовать за счет доставки, оно увеличилось. Потому что люди не всегда могут прийти в отделение. Если говорить о программах лояльности, ну вот здесь коротко они опубликованы. Понятный кэшбэк дает до полутора процентов рублями на все покупки при оформлении карты с опцией понятный кэшбэк. В период с 15.03.22 по 14.07.22 удвоенный кэшбэк до 3% на все покупки и 7% годовых на остаток по карте в течение двух месяцев. Далее умный кэшбэк. До 10% кэшбэк рублями в категории максимальных трат за месяц и до 1% на остальные покупки. Ну, наиболее привлекательный, на мой взгляд, вариант. Дальше идет программа мили. До 4 миль за каждые 100 рублей покупок по карте и до 10 миль за покупки на Газпором Банк Тревел. Но сейчас не очень актуально это, ввиду того, что количество перелетов и в общем сократилось. Ну и есть определенные проблемы в этом отношении. Дальше процент плюс. До 6,5% годовых надбавок к накопительному счету тратить копии и по вкладам ваш успех корпоративный копить при совершении покупок по карте. Ну, здесь тоже в зависимости от того, если у вас крупные счета. Если у вас в Газпром Банке нет счетов свыше 200 тысяч, то не особо выгодная вот эта вот будет программа для вас. Ну и по тарифам давайте пробежимся. Значит, здесь у нас полные условия по карте. Здесь что бросается в глаза? Бесплатное обслуживание без дополнительных условий. Это сразу хорошо, да, потому что все, что бесплатно, все нам нравится. Снятие наличных в банкоматах Газпром Банка бесплатно, в других банкоматах бесплатно три раза в месяц в пределах 100 тысяч. Далее полтора процента минимум 200 рублей. Ну, скажем так, не самое лучшее условие, но тем не менее для большинства пойдет, потому что все равно мы в большинстве случаев тратим карты. Деньги наличные нам нужны не так часто и три раза в месяц этого вполне достаточно. Лимиты на снятие наличных в банкоматах и кассах 200 тысяч в сутки полтора миллиона в месяц. При оплате покупок в торгово-сервисных предприятиях 2000 за одну операцию 250 тысяч рублей в месяц. Переводы в другие банки тоже ограничены. По номеру телефона через СБП это понятно до 100 тысяч, по реквизитам до 30 тысяч в месяц. Далее полтора процента. Ну, и по номеру карты здесь идет полтора процента минимум 50 рублей. Ну, понятно, здесь в приоритете СБП. Тут можно даже не пояснять остальное. Лимиты на переводы тоже указаны. Информирование об операциях достаточно дорогое. С третьего месяца 0 рублей. Пуш, ну, это пуш, да, уведомление. 59 рублей пуш плюс смс. Ну, и дальше идет тут 99 рублей смс. Дорого достаточно? Ну, опять же, кто-то этим пользуется, кто-то нет. При наличии мобильного банка, может быть, даже и не надо. Выпуск дополнительных карт. Одна дополнительная карта бесплатная и каждая следующая 200 рублей. Вот в части выпуска дополнительных карт Газпромбанк здесь проигрывает основным конкурентам типа Альфа-банка там и прочим. Ну, опять же, не всем это требуется. Поэтому по основным позициям карта действительно хорошая. Ну, и вот здесь ниже опубликованы условия опций лояльности. Здесь можно, в принципе, самостоятельно их посмотреть. Я не буду здесь надиктовывать, да, читать что-либо. Здесь и так все четко и понятно. Все будет зависеть от суммы покупок. Чем больше сумма покупок, тем, соответственно, больше кэшбэк. Это как водится, это везде. Но я еще раз говорю, если будете выбирать, выбирайте опцию очень внимательно. Сначала проанализируйте свои собственные траты ежемесячные. И после этого анализа наверняка вы первое свое мнение по поводу опции, вы можете поменять. Поэтому вот здесь нужно быть максимально внимательным. Ссылка на умную карту Газпромбанка в описании к данному видео. Если этот ролик был вам полезен, ставьте палец вверх, жмите на красную кнопку подписаться под видео, жмите на колокольчик и всего вам хорошего.